Чудеса Чудеса даются пророкам, которые посланы к людям, чтобы разъяснить правильную веру, ислам. Так, при нашем пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, луна раскололась на две части, та, та самая луна, которую мы видим на небе. А теперь попробую представить нашу огромную вселенную. Расстояния между галактиками измеряются в световых годах. Световой год – это расстояние, которое солнечный луч проходит за год. Ну, это примерно 9 триллионов 460 миллиардов 800 миллионов километров, ну, то есть почти 10 тысяч миллиардов километров. Можешь себе вообразить такое? Я – нет. Но мы все равно будем пытаться представлять дальше. Наша галактика называется Млечный Путь. Ну, потому что она похожа издалека на пролитое сияющее молоко. Ближайшая к нам спиральная галактика – галактика Андромеды. От нее до Земли 2 миллиона 537 тысяч световых лет. А теперь вспомни, чему равен световой год и умножь это расстояние на количество световых лет. Согласись, огромное число, похожее на дракона с хвостом. Оно показывает нам, сколько километров от нас до галактики Андромеды. А до Луны – до Луны всего ничего, только 384 тысячи 400 километров. Теперь кажется, что это совсем-совсем мало, ну, по сравнению со световыми годами. Как, наверное, ты уже догадываешься, этот мир, созданный Аллахом, полон чудес. Иногда мы называем чудесами сложные, красивые вещи, явления и предметы. Ну, например, можно сказать, что человеческий организм – это настоящее чудо. Наше сердце. Оно постоянно работает и разносит кровь по телу. Сердце. Сердце взрослого человека размером сжатый кулак. Это сильная мышца, хвала Аллаху. И она работает, как маленький мощный насос, перекачивая кровь по организму. Мозг. Наш мозг обрабатывает самую разнообразную информацию. Человек удивителен по своему строению. Наш мозг настолько невероятное и сложное творение Аллаха, что до сих пор изучен очень и очень мало, хотя его исследования начались уже очень давно. Он отвечает за наше восприятие реального мира и понимание происходящего, за нашу память, за наши чувства и принятие решений. В мозге есть два полушария – левое и правое. Если говорить просто, то левое отвечает за логику и анализ – это строгое математическое мышление, а вот правое руководит чувствами, интуицией и воображением. Если в мозге что-то не так, как обычно, ну, например, из-за врожденной болезни, то человек может вести себя не похоже на других людей. Он может не отличать одно лицо от другого, как будто бы все для него одинаковые, забывать, что произошло вчера. А еще с нашим пророком, да благословит его Аллах и приветствует, говорили скалы и деревья. Скалы приветствовали его. А одно дерево три раза подтвердило, что он – истинный пророк. Эти чудеса подтверждают, что перед нами настоящий пророк Бога. Время от времени чудеса даруются и очень искренним и послушным Аллаху-мусульманам. Ну что ж, дорогой мой друг, на сегодня пришло время прощаться. Но я надеюсь, ненадолго. До скорой встречи. Ассаляму алейкум. Мир вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok